всем привет с вами владимир вольский и муслим у нас сегодня неожиданная совместная вылазка мы планируем провести день на природе вот и решили остановиться посмотреть что происходит на киевской трассе эта трасса киев-одесса или одесса-киев в киеве называют одесская трасса а в одессе трассу называют киевская как ни странно вот так она выглядит смотрите она не супер большая 6 полосочек с по 3 с каждой стороны мы взяли такси смотрите вот наше такси вот такое все было хорошо и такси остановилась чтобы спокойно себя сняли на минуточку вот мы на таком мост это новый какой-то мост построили соответственно хорошая перспектива вдаль уходит дорога в приключения у нас настроение замечательное дверь в никуда но там что-то есть наверное лучше на цепали такие пирожки посмотрим что находится в пригороде украины что в пригороде одессы как живут люди это практически один из последних оплотов цивилизации вот этот мост и большой торговый строительный центр ну вот а дальше уже будут такие заправки и на которых практически ничего нельзя купить и всякие сельские магазины вот как ни странно после моста дорога закончилась и типа непонятно куда уже идти типа мост есть а куда идти не ясно ну в украине все как обычно чуть-чуть не до конца доделали вот видите такое болото приходится по нему вот шагать ну что мы с вами приехали знаете куда на дачу мы находимся у меня на даче вот у нас муслим мы выделили кепочку и она тоже вот к нам присоединилась смотрите да я приобрел газонокосилку вот такой вот называется триммер или электрокоса не знаю как он называется вот такая штука здоровенная мы чуть-чуть на даче этой покосили травишку вот муслим да мы тренируемся сейчас ну вот мы сделали такое свободное место и сейчас у нас будет приготовление еды тут поставили мангал и муслим сейчас с веточки делает она будет готовить на еду соответственно мы вообще идея прикольно мне понравилось мы может даже снимем как косим чуть-чуть попозже да обязательно снимем как косим вот для косы используются такие очки у нас стоматологически это по-хорошему такие нормальным я их еще со страйкбола приберег ну вот и кепочки это дачная ответе я постригся и кепочка по ногам могут травинка может попадать взяли с собой водички вот они нашла если мы загоримся то мы обязательно будем мы лить ну вот вот такая у нас дача вон там у нас дом находится может попозже сделаю экскурсию с мы приехали отдыхаем вот воскресенье наступило и решили прикоснуться так сказать к земле нас немножечко потянуло так что посмотрите как мы облагораживаем дачу что мы делаем вот здесь давно не был на на жилет 20 может быть может быть 20 данная на лет не меньше может быть больше не был на даче тут все вот такое вот немножко в советском стиле да но тем не менее есть достаточно много пространства и можно хоть и зимовать там и гостей при приводить чуть-чуть только там при убраться грубо говоря вот электричество все как полагается вот нас есть даже ворота смотрите такие вот чтобы парковка была вокруг есть магазины может и сходим в них единственное что на эту дачу добираться на нашу оказалось довольно дорого вот так что порядка 300 гривен только доехать из города еще столько же уехать еще договориться чтобы нас подождали ну короче то тоже такое себе то есть если машина есть то куда не шло но ради там этого покупать машину тоже сомнительная типа если там несколько раз ездить то это будет дешевле все-таки на дачу проездить на такси следите за тем как мы облагораживаем дачу если кстати не подписались на канал и кому интересна тема всякого садоводства там вот этого внизу но как садовод я так сказал садоводство на самом-то деле садоводство еще пока никого не будет это будет типа дачный такой отдых на природе смена обстановки если вам да интересно как мы будем что здесь делать то подписывайтесь если еще не подписались ставьте палец вверх и мы продолжаем готовить сейчас сниму следующий сюжет вот такие смотрите у нас оказались бутерброды вот с помазочкой там и по быстренькому перекусить пока вот у нас прогорает смотрите вот здесь вот мангальчик аня на низывает мясо приготовим потом и с собой заберем чтобы дома покушать потому что мы на природу мясо сейчас не ходим делать только в этих у грузинов кушаем там готовый шашлык вот сейчас мы перекусим бутербродики поэтому всем кто это тем приятного аппетита и продолжим косить покажем как мы косим вот пока что мы за все это время для вас там была склейка для нас там и под сделали только угли на этом на костре так что жизнь когда попадаете вот это самое на как это в село на воздух на дачу она начинает очень медленно течь неспешно то есть здесь как будто бы ограничитель типа это просто темнота вот поэтому днем вот это все вяленько вяленько так происходит не торопясь в этом есть смысл видимо релакса газонокосилочка вот так она шумит это мотокоса не мотокоса электрокоса вот муслим видите такую же штуку про я прочистил на фоне наших шашлычков а мы тут в тенечке под многолетним орехом вот анна стоит и вот это вот большой большой многолетний орех вот тут уже есть такие бубочки вот в тенечке отдыхаем там дедушка вот ходит и потом мы вот этими грабельками вот так это все собираем траву чтобы она не мешала и делаем такую типа красоту получается вот так вот такая красота получается по чуть-чуть по чуть-чуть в принципе раньше вот это вот стародавнее время я могу сказать что если когда не было этих вообще косилок никогда в жизни то очень было видимо сложно людям поставите тяпкая вот эти вот пространство вот это вот начинали делать ужас где-то муслим календулу покосил или ромашку и чувствуется запах календулы по мы где-то здесь она была вот а так бодрячком косилка видите какой то есть смысл вообще все это делать он гриб даже у нас растет если это гриб да похоже да настоящий грибочек вот вырос на на несъедобный но вот такая косилка стоит по моему по порядка трех тысяч гривен или двух не помню уже и вот она здесь нагревается немножко и нужно очищать конечно вот этот верхушку вот она такая здесь туда забивается трава и вот такими усиками она стрижет вот мы в очках вот мы видим муслим как действует муслим ты только от меня подальше потому что она такая довольно опасная но может сделать всякое ну вот ну и тут чистим как видите так тут немножко вешу беру шнур осторожно так вот смотрите здесь есть второй этаж оказалось там правда был он большой что можно было стоять это задняя сторона дома а теперь крышу снесло и пришлось перестроить вот мы залезем туда и узнаем что же там внутри находится очень интересно ведь эта дача по сути это консерва такая из советского прошлого что было в светское время как люди жили вот видите здесь он какие-то бутылочки даже собирали вон куски железа что-то камень вот интересное растение фундук кстати мало кто знает фундук то такие вот орешки типа или даже лесной орех на называется но здесь у нас они растут сейчас на на не сезон а так вообще очень большой куст и прямо и водит очень много на этого лесного ореха и даже где-то была береза но береза походу уже все полезем наверх посмотрим что там происходит муслим вот держит лестницу видимо здесь можно пристроить нормальную лестницу просто ну вот мы с вами в прямом эфире поднимаемся практически в консерву советского прошлого тут кстати есть электричество о вот так смотрите интересно дедушка гс у здесь есть раскладной даже стульчик но он говорит вдруг ты не видишь что там что-то стоит на нем не знаю вот смотрите лампочка пода сейчас она что-то отошла опять здесь есть ковер настоящий такой муслим вот включи лампу какие-то банки и целая куча смотрите шмоток вот какие-то такие шмотки тулупы всякие вот еще какие-то куртки разнообразные кожаные даже или под кожей сделаны не знаю окошко есть такое туда в огород труба антенна электрическая куча куча всякой фигни раскладного стульчика я не вижу конечно бочки вот так здесь принципе если выкинуть ненужный мусор я врезался в антенну сейчас я попробую повесить обратно слушай не знаешь как она то вообще находилась но видите как-то она находилась так может как-то находилась вот антенна вот раскладушечка тут есть в большая типа детская кровать настоящего он железо вот такого типа шо хорошее еще сохранившиеся куча всякой лабуды это все советская такая пережиток советской эпохи банки какие-то видите все это нужно было людям собирать труба посередине пластиковая может быть так ничего не надо ты сначала придумал куда и дети если снимешь ну вот так вот столик видите вот здесь принципе если все по убирать то можно и нормальненько тусоваться тусоваться вешалок целая куча электричество есть уже хорошо значит можно и кондиционировать и обогревать советский стул какой-то смотрите вот сколько ему лет уже под обшивка видите такая из дерева потрескавшегося короче здесь детям бы точно понравилось да и взрослым нормально жить это у нас второй этаж показали вам впервые мы тут внезапно увидели прямо за нашим домом большую большую тучу такую черную как видите так что мы тут побыстренько мы сейчас попробуем перекусить и может быть успеем собраться и пока дорогу не размыло уехать вот так выглядят наши шашлыки вот сейчас мы их перекусим они тут все раскладывают если начнет капать конечно переместимся вовнутрь нам ничего страшного с этого нет главное собрать электроинструмент и одежду и все в принципе она не переживает что мы не успеем если что мы же перенесемся просто в дом посмотрим если будет зайдем в дом в чем проблема давай не переживай как видите пошел дождь пришлось срочно уезжать вот такое болото вокруг дедушка закрывает уже нашу усадьбу вот и вот такие струи дождя так что мы двигаемся обратно вот вот такие пирожки сейчас неудобно снимать немножко но в любом случае спасибо что посмотрели эту серию подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх а в следующий раз когда будет хорошая погодка мы немножко придем и больше покажем как вот мы здесь обживаемся как живем всем пока с вами владимир вольский и до свидания едем дождь обратно вот такие пирожки вот машину вносит воды много но это самое наливается там такие ямы конечно очень опасно вот это все так вот я чуть-чуть открыл так посмотреть как в Сэндхиле знаешь вот это о, Таня боится немножко Муслим тоже снимает видео но надеюсь что мы доедем нормальненько где-то Сэндхил тоже едет целенько вот такое послеславие если доедем а что вы видите это видео давай раскрасим серый мир чтобы для нас он стал цветным наполнен яркий красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все способен это это